Девушки отдыхают Спорта воспринимают как кровавую бойню. Представление обильно приправленное жестокостью и агрессивностью. Шоу не для слабонервных. Действительно вид спорта вышел из коммерческой ситуации, из коммерческого спорта, где были промоушены, проводили бои с минимальными ограничениями. Первое время даже разрешалось добивать ногами в голову. Но постепенно-постепенно шла трансформация в более, так сказать, спортивном направлении. В некоторых промоушенах убрали удары локтями в голову, опять же добивание в голову убрали. И сформировалась уже в 2010 году, в 2011 году, уже более такая спортивная составляющая, из которой в дальнейшем уже это переросло в любительский вид спорта. Очевидно, что в таком поистине мужском спорте слабым и нерешительным нет места. Спорт на самом деле, да, жесткий, поэтому здесь нужно быть сильным, нужно тренироваться, чтобы быть сильным, выигрывать. Магомед пришел в ММА пять лет назад с вольной борьбы. Я с детства в спорте, и мои старшие братья тоже были в спорте, тоже занимались. У нас все практически, можно сказать, занимались спортом. Именно этим видом спорта, может, и не занимались. Ну, поначалу, да, родители были против, что я перешел именно на этот вид спорта. Ну, думаю, со временем они уже как бы пересмотрели свои взгляды. Без поддержки здесь, как и в любом другом виде спорта, не обойтись. Ведь если ты знаешь, что для кого-то твоя победа важнее всего, сдаваться нельзя. Конечно, надо в зале трудиться, чтобы стать чемпионом. Без труда, стабильности, результаты не добиться никак. Наблюдая и общаясь со спортсменами, понимаешь, здесь есть место только для настоящих мужчин. Принципиальных и рассудительных. Деремся только в клетке, в день соревнований, и все. И те навыки, которые мы здесь набираем, отрабатываем и так далее, это нужно применять только в боях. И их не нужно применять на улице. Если говорить о приемах ваша короночка, вот какой удар выводит соперника просто из равновесия, он теряется? Вы знаете, любой удар, если он попадет, достанется, можно человека вырубить. Но все-таки самое слабое у человека место? Самое слабое место – это челюсть. По челюсти, если попадется удар, не сильный даже, то можно ушатать. Если откровенно попадались на вашем пути достойные соперники, от которых вы вспоминаете с таким вот уважением, даже несмотря на то, что вы их победили. Честно сказать, я думаю, все соперники были достойными. Слабых соперников не бывает. И ко всем соперникам я с уважением отношусь. Давайте опустим все эти спортивные, коммерческие составляющие и посмотрим в первую очередь на ребят, которые выбрали для себя дорогу в жизни, уверенно идут по ней, добиваясь результатов и высот, даже несмотря на то, что путь этот залит кровью и потом. И это не просто какое-то красивое, абстрактное выражение, а суровая реальность. Сейчас спортсмены исправляют недоработки. В таких спаррингах они получают хороший боевой опыт. 12 раундов по 2 минуты. Бокс, ударная техника, руки, ноги, колени, броски и переводы. Вы тренируете чемпионов. Что же все-таки приводит к чемпионству? Ведь чемпионами случайно не становятся. Ну, прежде всего, это, скажем так, начинается это с воспитания родителей человека. То есть человека, как они воспитывают, как они настраивают ребенка, как они из него делают настоящего мужчину. Дальше уже парень переходит к личному тренеру. И львиная доля работы – это личного тренера, чтобы он грамотно вел, грамотно тренировал, грамотно подводил к соревнованиям, чтобы парень, скажем так, не травмировался, не разрушился, а сохранился в виде спорта и только рос, рос и рос. Поскольку ММА сегодня становится самостоятельным и общепризнанным видом спорта, правила ужесточаются. Локтями вообще нельзя работать. Раньше можно было в корпусе работать локтями. И коленями можно было. А сейчас уже вообще нельзя. Только по корпусу работать нужно. Коленями все. С этой отдачей сейчас работают уже именитые спортсмены. Ведь каждый из них хорошо знает – расслабился, и твое место уже занял другой. О тебе знают и говорят, пока ты на вершине Олимпа. А слава, как и фортуна, дама привередливая. Когда уже спортсмен вырос до профессионала, он заключает контракт, заключает соглашение с промоутерской организацией. Соответственно, он понимает, куда он идет, на что он идет, какая нагрузка ложится на его здоровье, на его организм. Ну и тренер с ним, который уходит профессионал. Поэтому сейчас есть четкое разделение профессионального и любительского ММА. Пока очередной чемпионат мира. В дальнейшем может и Олимпиада, ведь уже принимается решение представить ММА в 28-м году на Олимпийских играх как показательный вид спорта.